Всем привет! Продолжаем юмор и совмещаем его с политикой. Лукашенко чувствует очком, что если он вторгнется по-настоящему в Украину, ему отрежут яйца, потому что тут у него появляются два врага, и собственный народ, и плюс еще добавляются украинские. Украинские это не белорусы, они панькаться не будут, они могут достать и в Минске тоже. И у него очко играет, а с другой стороны ему говорит Путин, если ты не вторгнешься по моему приказу в Украину, я тебе сам отрежу яйца. И короче он сыт за свои яйца и за свои усы. Вот у него такая дилемма, он боится за свою шкуру, вот. А деньги спрятаны то ли в Арабских Эмиратах, то ли в Саудовский Ираве, и мы там сказали, и мы там сказали, Саша, не шути, мы деньги твои заморозим, не воебывайся. Поэтому он пытается, как говорится, одной жопой усидеть на двух стульях. Что бы я посоветовал Александру, Шурику и Лукашенко? Самый лучший для него вариант, это не дергаться, показать нейтралитет как минимум. Вот. И должен сказать Путину, я не могу, все. Должен выступить перед белорусским народом, сказать, мы не будем воевать против Украины. И тогда его люди зауважают больше, когда у него еще какие-то шансы. Вот сейчас он может правильно сыграть. Но если пойдет против Украины, это приговор. Так что, Саня, думай, как спасти свой Тухис. Это я тебе даю умный еврейский совет. Против Украины не советую рыпаться. Лучше уже против Путина идти. И лучше иди на конфликт с Путиным, потому что он все равно уже корма и утку. Объединись с Западом, это для тебя будет спасательный круг. Можешь все изменить, как говорится, в свою пользу. Понял, Саня? А если нет, тебя подвесят за яйца, как Муссолини. Так что думай, но тут, как говорится, ты в тяжелой ситуации, я тебя понимаю. Вот. Но, как я сказал, вот это вот единственный правильный вариант. Против Украины не выебывайся. Раскайся, признай свою ошибку. Вот. И тогда у тебя есть шансы. Тогда тебя хоть в мире чуть-чуть зауважают. Все, Саня, думай. Думай и не делай ошибки. А вы, белорусы, тоже перестаньте сапь в штаны, как вы это делали 30 лет с вашим председателем колхоза. И дайте понять ему, что вы не будете воевать с братским народом. Все, я вас всех обнимаю. Одесса, мама.